Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Дарья Шадрина. Коротко о главном. Следователи назвали главного виновника трагедии Вседельникова. Кто проходит подозреваемым по делу и кому грозит серьезное наказание? Проверки показали. Правила соблюдают далеко не везде. В колонке запрограммировано вес пустого баллона. Допустим, 12-27-литрового, 50-литрового. Если есть остаток, то баллон отправляется, остатки не заправляют. Омск инспектирует газозаправочные станции, на что особо обращают внимание контролирующие органы. Абсолютный минусовой рекорд на земном шаре, где синоптики зафиксировали минус 80. Теперь только желтые светофоры переключились на экономичный режим работы. Каким последствиям это привело? Из станции «Танго» впервые омские студенты готовятся к ректорскому баллу, где он пройдет в этом году. В Омской области массово проверяют заправочные станции. Распоряжение об этом отдал Александр Бурков. На ГЗС в обязательном порядке должны быть размещены плакаты с информацией о запрете заправки бытовых баллонов. И адресами организаций, которые уполномочены выполнять эту работу и несут за это ответственность. Всем главам районов, старостам деревень, руководителям организации предприятий поставлена задача информирования населения о правилах использования бытового газа. Что касается Омска, здесь почти пять десятков ГЗС и на каждой. Уже сегодня специалисты Ростехнадзора, МЧС и прокуратуры проверяют исправность оборудования, квалификацию рабочего персонала, соответствие оказываемых услуг требованиям безопасности. Будет проверка пожарной безопасности, требования по реализации жиженого газа для населения. То есть нам необходимо будет посмотреть, каким образом заправляются непосредственно сами баллоны. Это требования к баллонам, к их проверке, подготовке для населения. То есть если непосредственно человек сам осуществляет транспортировку баллонов, то ему должен быть продавцом разъяснен порядок транспортировки. При выявлении нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования, которые от представления до привлечения к административной ответственности. Ну и как показали первые часы сегодняшней проверки, несмотря на ЧП, случившиеся в регионе, требования по-прежнему соблюдаются не везде. Подробно материалы о рейдах смотрите в итоговом эфире программу «Час новостей» в 19.30. Подозреваемого задержали, свои вины он не признает. Операторы автозаправочной станции в Сидельниково допросили следователя. По мнению силовиков, он заполнил баллон с нарушениями норм безопасности, каких конкретно сейчас выясняют. Понятно только то, что несоблюдение стандартов и привело к утечке газа с последующим взрывом, в результате чего вспыхнул пожар в доме, где находилась приемная семья. Сейчас следователи допросили подозреваемого. Он отрицает свою вину. Тем не менее, следствие располагает доказательствами, уличающими подозреваемого в совершении преступления. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством обзбрания задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно также, что подозреваемым по делу проходит владелец газозаправочной станции, депутат Совета Тарского района, пятого созыва Владимир Скиллер. Трагедия произошла 22 января. Выжить удалось приемному отцу и двум детям, а также супруге. Она в реанимации с многочисленными ожогами. Пятеро детей погибли. Расследование продолжается. Между тем, за последнее время это уже третий взрыв, связанный с газом. В конце декабря прошлого года произошла детонация в одном из домов микрорайона Амурский-2. Уже 12 января 2018 прогремел взрыв в квартире по улице 5-я Корне. Как раз сегодня по последнему случаю следователи озвучили предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. Взрыв газа произошел в результате неисправности газового баллона. В частности, установлено, что отец семейства накануне заправил 5-литровый газовый баллон на автозаправочной станции, которая расположена на Космическом проспекте в городе Омске и принадлежит индивидуальному предпринимателю. По версии органов следствия, газовый баллон был заправлен с нарушением требований норм безопасности для потребителей. Расследование продолжается. Следователи устанавливают виновных. К другим темам. Светофоры из-за морозов начали переключаться на экономичный режим желтого мигания. Происходит это автоматически. Именно поэтому в утренний час пек сегодня мечи встали в многокилометровой пробке на пересечении улиц Маршала Жукова и Маяковского. Движение было практически парализовано в обык направлениях. А днем ранее из строя вышел светофор на перекрестке улиц Красный Путь и Фрунзе. По словам специалистов, с наступлением холодов люди включают в домах обогреватели. От этого напряжение в степады, то и светофором для полноценной работы недостаточно мощности. Этим утром сразу три устройства переключились в режим желтого мигания. Сообщить о неисправном светофоре можно по телефону 90-26-83. Операторы принимают звонки круглосуточно. Взят абсолютный рекорд минусовых температур на земном шаре. Его на свой счет записывает сельское поселение Сарданов в Якутии. Синоптики зафиксировали минус 80. Таких значений не было даже на пульсе холода, который находится в Умиконе. Самую низкую температуру, которую здесь официально внесли в протоколы, минус 67,7 градуса в феврале 1933 года. По другим данным, это минус 77,8 в 1938 году. Правда, эта информация оспаривается. В Омской области же минусовые значения не побиты даже в эти дни, когда в регионе царят аномальные холода. Возможно, произойдет это в феврале. Гидромедцентр сделал предварительные прогнозы на последний зимний месяц. По словам специалистов, столбики термометров вновь могут опуститься до отметок ниже 30. И случиться это может уже в начале месяца. Из-за очень низких температур в 18 районах области введен особый режим. В повышенной готовности находятся спасатели, а также все экстренные аварийные службы. На объектах теплоэнергокомплекса, ЖКХ и транспорта организовали дополнительные профилактические рейды. На особом контроле учреждения социальной сферы и образования. Кроме того, усилено патрулирование на загородных трассах. Для дальнобойщиков организованы пункты обогрева. Закрыто движение пассажирского транспорта на автодороге на 320. Сообщением Черлак-Павлодар. Семь человек госпитализированы с глубокими обморожениями конечностей. Жертвами сильных холодов стали люди без определенного места жительства. Но скоро их доставили в медучреждения. При таких погодных условиях, как сейчас, достаточно всего 15 минут, чтобы человек получил обморожение. Сотрудники полиции стали более внимательно следить за бездомными, проверять территории рынков и теплотрасс, чтобы переместить людей, оказавшихся на улице, в центры реабилитации, где их накормят, предоставят бесплатное жилье и помогут с восстановлением документов. Если они не в этом центре, то они постоянно собираются в подъездах, на детских площадках, тем самым доставляют сами неудобства. У нас налажен контакт с администрацией, что всегда они нам оказывают помощь, никогда не было отказов в этом. То есть мы привозим лица данной категории, они у нас их сразу берут. То есть в связи с этим у нас уменьшается и смертность этих лиц данной категории. 90% МИЧИ толерантно относятся к различным национальностям и конфессиям. Такие данные привели на заседание Совета по межнациональным отношениям при губернаторе. Глава региона Александр Бурков отметил, что Омск область можно назвать территорией согласия. Здесь мирно сосуществует 120 национальностей. И заявил, что эту позитивную тенденцию необходимо сохранить. Ситуация в сфере межэтнических отношений в регионе действительно стабильна. Эксперты объясняют это этническим составом. 86% жителей области это русские. В оставшиеся 14% входят те народы, которые живут в области уже очень давно. Что касается возрастной структуры, то тут преобладает более зрелое население. В то время как по одной из теорий конфликты чаще случаются там, где проживает более 40% молодежи. Кроме того, в регионе активно реализуют различные проекты, связанные с сохранением национальных культур. В прошлом году федеральным центром была, я считаю, дана высокая оценка нашей национальной политики. И выделялся, вы помните, даже транш в размере, финансовые поступления были в размере 7 миллионов рублей. В этом году также федерация в этом направлении будет оказывать поддержку. И наш областной бюджет тоже предусматривает определенные средства на субвенции в этой сфере деятельности. В первую очередь по направлению, по формированию гражданской идентичности. Здесь правительственные области будут активно продолжать работу в этом направлении. Члены Совета предложили издать информационную брошюру народа Омской области. Подобные справочники есть во многих регионах. Специалисты говорили также о необходимости формирования пулы журналистов, которые бы освещали межэтническую тематику и имели специальную подготовку. Так, возможно, гильдия межэтнических журналистов устроит мастер-класс для омских акул-пера. Важно, по мнению экспертов, заботясь о безопасности, не отодвигать на второй план и развитие самобытных культур, устраивать больше праздников, фестивалей, реализовывать больше образовательных проектов, в том числе в интернете, чтобы привлекать больше молодежи. Во многих регионах существует пул журналистов, которые пишут по этнической проблематике. Есть такая гильдия межэтнической журналистики. Возглавляет ее член Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Они проводят регулярные семинары по обучению журналистов вот этой тематике. Я бы хотела обратить внимание, конечно, на интернет-проекты в этой сфере, потому что молодежь, она в основном в интернете обитает, и поэтому вот такие проекты, на мой взгляд, очень важны. Мы понимаем, что все, что мы делаем, это не зря. И мы идем вот рука об руку с администрацией нашей, для нашего общества работаем. Те праздники, те фестивали, которые мы проводим, праздники культуры и спорта, всевозможные конкурсы с молодежью, с детьми, все, что мы проводим, все это очень важно и нужно именно сегодня, в этот день для нас, для наших детей, для подрастающего поколения. Резкие вспышки ОРВИ сдерживают морозы, люди меньше посещают места массового скопления, также школьники дошколят, остаются дома с учетом рекомендаций Министерства образования, что исключает контакты здоровых с заболевшими. Сейчас уровень заболеваемости в области ниже эпидпорога на 30%, в городе на 25%. Этакая статистика благоприятнее прошлогодней. В 2017-м, уже во вторую неделю января, заболели почти 13 тысяч жителей области. Тогда эпидемическую норму превысили на 45%. Статистику журналистам озвучили сегодня сотрудники регионального Роспотребнадзора на пресс-конференции. Уровень заболеваемости сдерживает и вакцинация. Ежегодно повышаются охваты профилактическими прививками против гриппа населения нашей страны. Вот если в прошлом эпидсезоне у нас был достигнут, на нашей территории, на территории Омской области, был достигнут охват прививками против гриппа 38,5% населения, то в текущем эпидсезоне мы уже имеем 42,5% населения, охваченных прививками против гриппа. Вакцина не может вызвать сама заболевание, как иногда некоторые люди думают о том, что они привились и после этого заболели. Потому что в состав вакцины не входят вирусы, сами вирусы гриппа. Несмотря на то, что сейчас в регионе циркулируют только респираторные вирусы, мечам советуют не пренебрегать мерами профилактики. Ограничить массовые мероприятия, носить маски и тщательно мыть руки. Что касается гриппа, за зиму опасным вирусом заболел всего один человек. Но вот опасное заражение все же есть, уверяют медики. Инфекция может прийти в наш регион из Европы. Заболевания уже бушуют в Финляндии, Италии и Великобритании. Подробный материал в следующем выпуске новостей. На ректорском балу в Омске впервые станцию танго. Студенты сами выбрали этот танец. Традиционно лучшие представители УМГУ исполняют поланы за и вальсы. В этом году добавился третий танец. Подготовка к балу идет полным ходом. На репетиции побывала Татьяна Денисова. Анна Смагина получила одно из 254 приглашений. К торжеству готовится тщательно. Нашла надежного партнера. Ребята вместе учились в школе. И до мелочей продумала праздничный образ. Платье я уже начала достаточно давно готовить. Оно у меня уже есть, висит. Ждет своего звездного часа. Прическу, макияж я выбирала вечерний. Ну так как это вечернее мероприятие. Ну под стать к балу. Такое что-то шикарное, большое, красочное. Но не очень вычурное, потому что все-таки бал ректорский. Смокинг, однотонная светлая рубашка с длинным рукавом у парней, вечернее платье полной длины, веер и перчатки у девушек. Дресс-код на ректорском балу обязателен. В ОМГУ он проводится с 2006 года. Традиционно в день российского студенчества. К 25-му обычно заканчивается зимняя сессия и начинаются каникулы. Эти знаменательные события лучшие студенты, магистранты и аспиранты отметят полонезом и фигурным венским вальсом. Студентам предоставили возможность самим выбрать третий танец для бала. Большинство проголосовало за танка. Сейчас идет первая репетиция, разучивают начальные движения. Ребята пока в повседневной одежде, но уже 25-го. Кавалеры наденут фраг. Девушки красивые красные платья. Все они вместе исполняют этот страстный аргентинский танец. Студентам остается всего одна репетиция в университете и генеральный прогон в концертном зале. В 17 часов 25 января начинается бал. Катьяна Денисова, Илья Яковленко, 12 канал. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сходил раньше Олег из Омска за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцели, что и склад, и магазин. Здесь сметана в Нимисибирь. 350 граммов. Всего 54,90. Вот это цены. Экономит теперь Олег и на квартиру новую копит. Группа компаний «Стройбетон» приглашает на ярмарку продажу готовых квартир 27 января с 10 до 14 часов на четырех площадках города. В 10.00 от центрального офиса по адресу Герцена 29 стартует автобус по новостройкам. Подробности на сайте стройбет.ру и по телефону 25 25 32. Мейджор Экспресс. Движение вперед. Внимание к деталям. В завершении выпуска о погоде завтра, 25 января, по области в Омске переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха в районах в ночные часы до минус 33, днем минус 25, минус 29. В Омске ночью минус 34, днем 29 градусов мороза. Метро северо-восточные 2 метра в секунду. Атмосферное давление 782 миллиметра ртутного столба. Пока это все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!